привет друзья вы на канале садовая терапия у нас очень сильный ветер погода меняется но я решила все-таки выйти и высадить мои гортензии самарская лидия который буквально недавно я получила я вам показывала вот в такой 80 литровая кашпо я их высаживаю под кашпо сейчас в зиму вот такой укрывной материал я укладываю и потом еще сама кашпо буду обматывать таким материалом и на зиму сверху спонбондом укрою потому что они еще маленькие что я делаю меня там в этом кашпо уже сделаны дренажные отверстия есть вот такой спонбонд которым я внутри все укрою спонбонд дальше на дно я положу прям сверху этого укрывного кирамзит кирамзит потом я буду мешать землю вот такой у меня вот такие есть 20 да они литровые такой грунт у меня есть для всех видов цветов декоративных растений здесь для рос и бегоний но у меня есть еще вот такой почвогрунт этот грунт для гортензии для азалий он с комплексом питательных веществ очень хороший грунт здесь 5 литров я таких много взяла в общем я его буду мешать с таким грунтом для рос и бегоний и вот сюда высыпать засыпать все добавлю суперфосфат добавлю перлит или вермикулит скорее всего у меня перлит уже закончился но вермикулит тоже пойдет и высажу вот эти гортензии вот все спрашивали как я утепляю что я делаю вот такой укрызной материал я кашпо ставлю на этот материал потом сверху кашпо укутываю а потом делаю дуги и розы гортензии чтобы это не было вот таким спонбондом шестидесяткой сверху накрываю но плюс у меня еще все кашпо внутри внутри вот так вот прям все стеночки все до самого дна все выложено этим спонбондом и потом сверху я все накрываю конечно я сделаю сверху еще у меня тут приготовлено много чего вот он этот почвогрунт приготовленные у меня здесь и вот здесь для мульчирования декоративная щепа сверху я обязательно сделаю декоративной щепой для мульчирования пока если так складываю таким образом вот я буду высаживать две свои гортензии меня посадок осталось совсем совсем немножечко ну вот две гортензии высажу придут два моих пиона 2 пиона я высажу вместо жасмина у меня за двором пропало дерево слива слива салычой было но вот эту сливу салычой это дерево я его уберу и я высажу туда красивый жасмин он уже большим большим кустом мне прям вернее уже высадили с комом земли мне его выкопали помогли ребята здесь вот он у меня был ни туда ни сюда между розами роз и только место занимала мне пришло приходилось его постоянно обрезать вырезать и жалко и в то же время розам мешается в общем свое время вот были такие необдуманные у меня посадки вот что значит все нужно планировать и обдумывать понимаете и таким вот образом здесь я еще сделаю ямку хороший грунт туда все как положено ну может быть если время будет покажу как я эти пиона пиона и называются кора луиза это это гибриды очень красивые здесь будут высажены это гибриды ну и наверное все у меня осталось вот две гортензии высадить два пиона и несколько лилий и тюльпанов вот несколько лилий и тюльпанов высажу и на этом наверное мои посадки в этом году закончатся розы я уже все повысаживала все у меня высажено так что я более-менее вот сейчас уже освобождаюсь недавно я вам показывала как я омолаживала старую розу да у меня там всего лишь один базальный побег остался новый новый да а так вообще роза у меня росла в два ствола вот таких вот толстенных и вот один я оставила но я очень надеюсь что я буду опять проливать сульфатом магния все стимулировать чтобы это роза дала еще базальной побеги хотя бы несколько вот дала бы она еще и тогда я могу вот этот старый ствол тоже убрать у меня останутся только молоденькие побеги здесь пока я вот не убираю конечно я по обрезала сформировала вот это вот я буду вырезать конечно это я вырежу вот вот так вот прям вырежу вот это уберу потом совсем не нужный я его уберу оставлю только вот этот вот стволик я ее пыталась формировать сначала как штамба штамбовая до роза но потом вот эти два ствола у меня образовались думаю ладно пусть на двух стволах от этот как вот штамбик да будет в общем конечно я допустила ряд ошибок и поэтому и тем более я ее много лет не омолаживала когда вот в девятнадцатом году я поняла что ну так не пойдет сколько лет уже розе и она все хуже и хуже цветет но я стала ее омолаживать конечно эту розу вот таким образом я сделала все замазала я вам показывала видео и вот этот вот стволик я сюда поставлю опору чтобы вот там ничего у меня не случилось вот на этом месте что все нормально вот сюда поставлю опору к опоре в нескольких местах подвижу прям сейчас это сделаю но и вот таким образом несколько старых роз у меня вот здесь вот старая розочка такая же старенькая вот эти едут убираю периодически замазываю и вот там у меня старая розочка вот это вот айсберг ну вот так очень яркие сочные цвета сейчас у роз это румба розочка вот осенью настолько они насыщены эти цвета розы осенью необыкновенно красивы просто необыкновенно тоже что-то видео тут отцветающие она все время в цвету это румба все время ну вот то что я хотела вам показать друзья здесь травиата у меня роза тоже такой у нее яркий насыщенный цвет и роза red леонардо зацвела там постоянно цветет так и продолжает свести о маша барбара еще вот с этой розы надо разобраться это перенял blue ну вот я не знаю как не это это уже позже в ноябре уже когда листва будет опадать я к ней подступлюсь вот уже вторую опору я к ней подставила чтобы как-то видите там одна вторая вот тут уже третья опора еще там по забору по сетке она идет но она у меня тут за несколько лет смотрите что как наросла что из себя представляет ну вот так вот таким вот образом так что друзья начала с посадки гортензии но естественно вперед бегом бегом по саду да в общем хотела просто вам показать розы в бутонах здесь несколько сортов у меня тоже хотела вам показать здесь недавно высаженные розочки пролила накрыла очень сильные ветра у нас роза лариса пытается мне тут вот бутонов выдала много возвращаюсь сюда да значит 80 литровая кашпо обязательно сделаны дренажные отверстия сверху все внутри укутано будет спонбондом потом керамзит потом буду мешать делать грунт грунт вот такой мечта ботаника для роз и азалий ну и вообще для любых видов растений буду с почвогрунтом конкретно для гортензии мешать там даже даже будет больше грунта для гортензии вот в этом кашпо 20 20 литров будет вот грунта мечта ботаника обычного остальное все будет почва грунт для гортензии добавлю перлит или вермикулит супер фосфат ну и все пролью и сегодня я не знаю буду ли я это делать я вот все подготовила но очень сильный ветер но может быть и сделаю и вот такой укрывной обязательно в зиму под все кашпо и сверху укутать вот таким образом я высаживаю может быть следующих видео покажу как это у меня уже высажены сейчас холодно ветрено я вынесла все просто чтобы вам показать как как я вот это буду делать кому это интересно и буду наблюдать буду ухаживать естественно я буду доращивать их потому что это маленькие совсем маленькие саженцы самарской леди но года два-три они у меня посидят в этом большом кашпо я думаю нормально будет а там будет видно может быть какие-то розочки буду выселять вместо них гортензии высаживать но посмотрим пока не знаю пока вот так вот хотела с вами поделиться как я все это обустраиваю вот сейчас осень и очень много хлопот и работ в саду но слава богу с розами я закончила все высадила и больше покупать я не планирую заказывать не на весну не на следующую осень все меня единственная была хотелка значит это ханидижон роза была в хотелках но не знаю не знаю посмотрим как перезимуют мои розочки если какие-то выпады будут может быть парочку ханидижон возьму а так уже все ну вот друзья всего вам доброго успешных вам посадок и вообще работ в саду чтобы вы успели закрыть всех своих красавиц розочек и все остальные растения и они у вас успешно перезимовали сезон у нас потихоньку уже скоро будет закрываться у всех такое чудесное время летние когда мы наслаждаемся цветением роз гортензии клематисов и других растений ну она заканчивается все в этом мире у нас циклично да идет вот такой цикл холодов и покоя и нам с вами нужно будет в это время набираться сил чтобы с весны опять ухаживать за своими садами и потом они будут всех нас радовать и мы будем радоваться и наше сердце будет переполняться любовью как это здорово правда ну вот на этом заканчиваю пока пока